Много сказок рассказывается И мало описывается таких ситуаций Потому что это редко А я то понял Я сразу не понял Что произошло А лежу И тут лежки волком Что-то натоптано Помет Пригледил прибылого волка Вижу по помету, что это помет прибылого волка Короче, волк выскакивает и побежал И я знаешь И в тарем не стреляю И думаю, как-то я промазал И раз убежал И собаки за ним Как один говорил Поиск горячий На горячий поиск И вот как-то они мне Говорят Олег Звонят Кем бы повязать Ну я то знаю, что там за собаки сидят У родосов на этой суке Всех собак знаю Интересный случай про Про волчицу расскажет Как собаки Поучиться даже Более-менее распутывать следы Попробуй распутать И поднялся вопрос В чем Опять же Возвращаясь к жлобам Так вот, был слухи Например Стоим на номерах И одни ребята говорят Мы лося стрелять не будем Ну а те на лося И они попросились Как бы Ко мне Со мной Чтобы поехать Совместной бригадой Поохотиться Те говорят Мы стрелять не будем Ну и короче Я взял Люську С собой Там этот Делаем загон Люська Слышал затянку Ну и она Люська У меня и лося Это прогонит Выстрелы Прихожу На Номера Такая картина Собрались Лежит лосиха Хотя лосику Ну Вообще Ну Удаврить Лежит лосиха Люська Бегалка Там Подергивает Приходят там Крайних номерах Один говорит Я стрелял Там не попал Типа Через кусты Мне не видно было Второй говорит Я стрельнул Лосенок Упал Ну и один Там с карабина Польбу Такой Открыл Еще было В загоне Лосиха С двумя телятами И за загоном Была Карьер Такой С кустами Оттуда Вышел бык И тоже Лосиха С теленком Или с двумя И он Как начал пулять Я думал Там стадо Кабанов выскочило Или что Они там Открыли Польбу Ну короче Он там Сбил Одного Еще Сигалета Вот у нас Два Сигалетки Лосиха И тут Ситуация Такая Получается Выходит Эта Лосиха И у нее Тоже На 100 Долларов И эти Расплакались Вот Были Кто Стрелял Это Самое Пускай Платят Да Вот он Застрелил Последнее То Открыли Вот они расплакались Да кто стрелял? Чей трофей? Этого, что дострелил Под раненую лосиху Или тот, что заранил ее Трофей того Кто первый Дал кровь Не важно Кто ее дострелил Понимаешь? Важно то, что ты уже дал кровь И немцам так Ты стрельнул Немец приходит Кровь Я уже сейчас Собак пускайте, забирайте Все, мой трофей Я попал Дал кровь, это мой трофей Вы пофигу Кто его дострелит Я вот этим чайникам объясняю А эти даже там уверху сидят Они не занимаются Самообразованием Хотя бы посмотрели и задали вопрос Они все наоборот переначивают Кто дострелил Того и трофей Типа кто последний Тот и папа, да? Ну он вышел Он не хотел Даже этот парень Ну как бы Не хотел стрелять Лося Но видит Такая ситуация Я потом разобрался Ну как что Я уже полюбил Он один раз стрельнул А два прострела Ну Оттуда она вышла уже А он рад Вот и все Вот такие Так что Кто первый Стрельнул заранее Твой трофей Понимаете? Все А кто дострелил Там уже Вы с собаками Идите Это уже Егеря там добирают Это уже Не ихний трофей Это твой трофей И ты его Кровь пошла Все Я вот помню Случай Как мы С тобой познакомились Мы познакомились На состязаниях Потом там На гуся Я там приехал И потом Мы приехали С Аней Сычевым С собаками Вот на кабанат Рождество Было Снег такой Был глубокий Была сука И три кабеля И они поднимают Сикача И уводят Этот сикач уходит Барс Первый пришел Шея у него Располосованная Сильно кровь лилась Саня его на поводок Ну и вот мы идем А трех Собак нету Суки нету И двух кабелей Они были без ошейников Тогда без ошейников По-моему Да Без ошейников Были Не было тогда еще навигации И вот мы идем И ты идешь И по этой лесной дороге Говорит что Два кабеля Раненые Это два кабеля идут Два кабеля раненые Один ранен Этот самый Спереди На правую сторону А второй ранен Левая сторона Но не спереди Где-то бок Я так думаю Иду Думал Бля Как вам это определил Что это кабели Раненые Там же и сука Может сука Как узнал И тебя спрашиваю А как ты определил Что кабеля Ну Ты говоришь Ну вот они идут Два Два следа Параллельно И вот один Подошел Ногу поднял Поссал Если б сука Так он просто Присел на дороге А так вот Один вот этот Идет И у него Кровь Стекает Спереди По передней ноге То есть он ранен Спереди С правой стороны По правой ноге Кровь стекает Да А слева Идет Тоже кабель Тоже вот он Подойдет Там на веточку Там на пень Как бы Помучится Тоже кабель А кровь У него Не по ноге Стекает Она просто капает Идет Как бы Вот он сбоку И вот туда Я подумал Что у этого человека Мне надо учиться Охоте И после этого Как бы Начал ездить Потому что ты Читал следы Как книгу И вот И мне это Стало очень интересно Ну я с детства Зайца Чтобы Ну Научиться Даже Более-менее Распутывать следы Попробуй Распутать Малик Русака Жировочный Да лежкий Хоть раз Кто-нибудь Попробовал Распутать Вот как я говорю Угонь что-то Знаете Обрез Жировочный Найти Тот или Ни Их же много Бегает Она там Не один Но ты Определи Еще Свежих Которые посвежее Того Что там Набегано И И сидит Порошен Воды Воды Пьешь Потеешь Это Само Она Выходит Себя Потом Лечен А как-то Организм Я не знаю Я на охоте Хожу Воду Не пьешь Стараюсь Мне как-то Организм Сам Отваживают Это Само Может Если Набегу За кабанами Может Попью А так Если я хожу Нормальным шагом То стараюсь Ну там Чай Когда-то Попьешь Идете Тоже По следу Да Идут Вообще Нулевые Понимаешь У них Нету Понятия Идет Вот След Иду След Я ему Когда Прошел След Знаешь Хотя Кто Это Прошел Хоть Он Заметенный Я Вижу Чей След Я Ему Учу Говорю Он Уже Взрослый Это Себя Считает Охотником Рассказывает Мне там Сказки Там Интернетные Эти Все Прошел Звер Что за Звер Я говорю Рысь Прошла А в какую Сторон Она Пошла А идет Снегопада Утром Усилился В какую Сторон Прошла Ну Жлупает Не знает Я Ровно Тут В сторону Пошла А как Вот так Пошла Почему Видно А тебе Непонятно Зайди Кухта Висит Там Вообще Четкий След Будет Тебя Пройди По следу Немножко И Под Кухтой Где Она Прошла Под Ёлкой Там Вообще Тебе Четко Выбрать Снега Будет Виден И След По Так Собаку Натаскиваешь Натаскиваешь Ничего Ну Чего Натаскивать Это Ну Вот Собака Или Она Пробавляет Постоянно Или Стопор Все У нее Тягаешь Туда Показываешь Ну Тупица Ну Что Ей Тягать Вот Она У Три Года Заработает У Нас Нету Столько Жизни Чтобы Три Года Заработала Она Ну Не Будет Там Три Заработала Пять Ну Вот К примеру Я Как Я Взял Тунгуса И Тайфуна Мы Хочу Начать Чтобы Не Копытных А С Пушни Я Пошел Капканы Поставил Я Пошел Их Вожу Как бы Навел Их На норку На эту Норка Укусила Одного Второго Я Эту Норку Плетку Показал Пошел По лугу Ходить В предполагаемых местах Где эти норки Есть тоже Хожу Наблюдаю За одним И за вторым Ну Один то Тайфун Ему в феврале Год Он старше Намного А то он только У мая Еще Ну Они бегают Все Ну Носы Нюхают Все Бегают Загнали Куницу Пришел Куница Сидит На такой У меня Ни топорика Ничего Я так Просто Пошел С ними Гулять Загнал Куница Я показываю Тайфун По следу Загнал И все И голову Не поднимает Это Я и палками Кидал Они бегают Ну Это мое Упечатление Что я не взял Какого-то Кота Не показал Чтобы Они погалкали Другую Собаку Не надо Учить Я помню Первые Лайки Она вот У меня Босс был Инайда Она вот Только Белка Она Оп Села Уже Все Ну Ну Тут Улит Зверовых Крови Собак Ему Надо Ну У него Есть Страсть Это Он Нашел Это Среди Его Заинтересовал Все Он раскрутил Куница На дереве Я на камеру Поснимал Палки Погидал Пока Отвернулся Я куда-то На лазу Он тоже Там Полежу Западник Молодой Залезли На дерево Залезли Нюхают Я пришел Лежу В дупле Такой В вербе Шерсть Куницы Помета Много Там На дереве Потом На другом Дереве Тайфун Подбежал Туда Паюхал Разгалку Может И тогда Куница Была Он По лайку Сделал И побежал Я на следующий Думаю Дай Возьму капканы Приду Ну Поймаю Показать Иду Я неужел Тайфун Там И этот Западник Туда Нос Сует Не Понимает Я Пришел Смотрю Туда Глазки Светятся Оттуда Присмотрел Да Четыре Глаза Светятся Оттуда Вот Я начал Доставать Оттуда Все Он Нашел И Я Показал У него Врожденный Инстинкт Охотника Я Вот Иду С ним Кошка Кошка Ты За диван Упал Потом Достанем Это Само И он Это Все Где Выдра Полазит Я Только Иду Смотрю По GPS Остановился Я Прихожу Он Уже В И Лазит Лежу Выдра Лазил Оттуда Оно Старое Бобриное И Охотилось Иду Прихожу Норка Ну Где-то Тоже Норы Старые Бобриные Она Лазит За рыбой Все Вынюхит И Он Интересует Понимаешь И он Сейчас Берегую Линию Все Обыскивает Идет Все И От него Я Вижу Что Уже Да Даже Лося Он Узял У меня Инстинкт Лося Я Никогда Я Не Хочу Страшно Не Хочу Ну И Шел И Лежу Там Куницы Походили И я Так Давай Смотреть И Лось Лежал Поднялся И они С этим С Тунгусом По следу Ошейника Нету И Как Пошли Я Бля Иду Думаю Бля Что я Ошейник Не делал Ну Думал Молодые Собаки Там Думал Я Иду Хорошо В сторону Дома Я Иду По следу Они Идут За этим Лосьом Это Не на Глаз А по следу Он Убежал Потому что Я вижу Если бы Они Бежали То бы Они Бежали По следу Ровно А то Где-то Сколь Ну Так В сторону Отбегут Там Что-то Трестники Или Это И опять На след Знаешь Такой Иду Иду Я Три километра Шел За ними Это Само По следу Хорошо В сторону Дома Иду 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 Потом Уже Иду И Лежу Тунгус Идет Тайфун Идет По следу Назад Уже Возвращается На белое О Говорю Гад Я Тебе Дам Эти Хвостей А то Косули Тут Иду Чутье Ветер На Меня Бегали Вдвоем Этот Молодой Жух Пошли Я Думаю Лисицу Какую Прислушали Тут На Кремисы Возники Пошел Пошел Косули И они Больше Километра Надо Ошейники Или что Отучать Ну Инстинкт У них Есть Понимаешь Охотник Они Бегут Но Это Отвыкнут Я помню И мой бог Гонял Косу А потом Перестаешь Они Перестают Внимание Обращать Ну Вот Видишь И за Лосем Пошел Начинает Стрелять Лося И все Это Если Будет Как Пылай Или Твои Кучуны Так Сутки Будут Работать Это Лося Мне Это Надо Ну Вот Что Пушнину Я Хочу Пушнину Красивый Крепкий Кобель Голос Хороший Одет Шикарно Глаз Шикарный Все Шикарно Сейчас Вот Оставлю Себя Его Оттишки Этого Кобелька И Стол Помета Еще Погляю Оставлю Кобелей Ну А достанется Сучка Интересный Случай Про Волчицу Расскажи Как Собаки А Как Волчицу Загнали Да Вот Были у меня Собаки Это Мать Их Происходит От Твоего Чена Чена И Белки Был Барс А В Олега Была Сука Герда Она Происходила По Григорьевским Собакам И Ну Там Много Белада Сидела Это Гордоны Бураны Нылга Сидела У той Суки У Олеговой И Вот Он Повязал Тогда Ну Сыном От Чена И Эту Суку И Получил С него Сучка И Вот Как-то Они Мне Говорит Олег Звонят Говорит Кем бы Повязать Ну Я То Знаю Что Там За Собаки Сидят Рогословные Этой Суки Всех Собак Знаю И Скидывают Мне Вот Есть Кобель Вот Кобель Вот Кобель Мне Скидывает Рогословная У нас И И Вот Это Я Говорю Вот Алда Кобель Там Я Гляжу Собак Нету Тех Что Сидят А там Сидят Собаки Ну Такие Собаки А тех Собак Происход Леша Речкина Там Это Сам Вот Там Гайновские Собаки Сидели Потом Сидели Доуголя Сука Такая Знаменитая Там Она Такая Была Пятнистая Такая Ну Там Я У Волкова Вот Эти Кобели Сидел Ну Все Собаки Универсальные Там Я Полезал Я Полежи Вот Суку Вот Этим Кобелем Они Полезали Там Какой-то Парень Сидел И Честно Говоря Щенком Суку Плохо Матери Сидела Как Обычно Зачисток Это Сам Чего Это Ну Такие Мелтовато Дохло Щенки Ну Вот Ну Я Вот Тогда Взял Этого Кобеля Еще Кобеля И Короче Растил И Начал Первый Разу Лес Поехал Переехал На ту сторону И пошел С ним Думал Похожу И Вот Этот Кобель Который Был От Алдана Вот Он У него Привид Все Охотничьи Качества Как Лайки То есть Второй Мог Бежать Просто И Не Обращать След Там Белки Есть Это Утрашнее Бежать Пофиг Бегит Чудон Блин Лось Прошел Бегит Ну Ему Надо Наверное Как один Говорил Поиск Горячий На Горячий Поиск Надо Вот То есть Вер Вот Поднял Тадам Побегит А Этот Кобель Бегит Оп Посорка Бельнича Он Оп Поднимет Интересуется Голову Поднимает То Что У него Сидят Собаки Универсальные Понимаешь Не то Что Кабан 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 Медведь Кабана Не Стала Как Охотиться С Этими Собаками Вот А Это Бегит Лось Рысь Пройдет По следу Ну Понюхая Свежий Вот Если Как Горячий То Он Понюхал Ну Он Определяет Собака То Определяет Давно След Вот И я Взял И Пошел Стас Со мной Был Мы Пришли Они Уцепили Лося И Первый Раз Ну Они Были На Ошейниках Кабели И Было По Денадцать Месяцев Щенки И Они Подняли Лось И Ушли В В сторону Ивановки Туда Ну Ты Знаешь Ты Вылазил Тогда Кто На Управлении То Болота Туда Где Туда На Кварталке Тройная Перекрестье Ну Мы С ним Через Это Болото Перелезли И так Боком Иду Собаки Лежу Возвращаются Ну Пусть Возвращаются И я Так Собаки Возвращаются А я К ним Так Иду Болота Опять Опять Иду Опять Лежки Волчья Ну Уже Разные Свежести Не то Что Там Они Так Полежали Перешли А то Ну Я вижу Оттайны Там Примерно Приходят В это Место Приходят В это Место И лежат Отдыхают На дневку Что Не характерно Ну Да И вот Все Ремен Ну Так Болота Такое Знаешь Она Как бы Подойти К ним Делянка С другой Сороны И тут Собаки Эти Ну Идут Так Параллельно Мне услышали Мы Жить Параллельно И они Услышали Через Болото 50 метров Сколько Где-то Лось Проходил И они К нам Подошли И мы Так идем Со Стасом Снова И собаки Тут Вперед Убежали Что-то Забегали Забегали Заметусили Ну Мы Дальше Приходим Такая Поваленная Ель Лежу И тут Лежки Волком Что-то Натоптано Помет Пригледел Прибылого Волка Ну Вижу По помету Что это Помет Прибылого Волка Там Присмотрелся Ну Как бы Шерсть Косули Там Косточки Копыть И под дерево Это Как Логово Я Стасу Говорю Залезь Копогляди Что там Живут Они Тут Что-ли Что-ли Тут И тут Для этого Логова Лежки Ну Ну Вот Стас Стас Так Полез Да Говорит Вроде Лежали Там Лежал Волк Он Узел Выкачен Там Все Как Логово Ничего Не Урубались Короче И Стас Собаки Лают Справа Я Так На GPS Полезел 500 Метров До них Раз Меня То Я Думаю Пусть Лают А я Шел Там И Было След Лосиха Рядом Прошла Ну Он Такой Не Сегодняшний Был Это С Телятами А там Жила Такая Идет Ну Я Думаю Может Лосиха Нашли Лосиху С теленком Она Не Убегает Так Они Лают Ай Потом Давай Рассмотрим Тут Все Волков Что Они Идут Я Тут На Камеру Все Снимают А Думаю А Была Перемолочка Созрит Да Опять Собаки Лают Это Самое Я Поледил Семьсот Метров И На Месте И Так Я Работают Наверное Пошли Я Такой Подхожу Ну Думаю Наверное Волоченки Ну Теленка Облавивает Свохи И На Месте Я Голос Дают Хорошо Часто Я Такой Подхожу 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 Далеко Не Волок Это Уже Подхожу Присматрив Не Ничего Ближе Подхожу Еще Лежу Сосна Такая Стоит И Ель Упала Так Вот Сосна И Так Вот Ель И Кобель Один Сюда Лает А другой С другой Стороны И И Все Время Тыкаются Под Эту Сосне К стволу Под Лапки Эта Ельника И Я Такой Ближе Я Думал Рысь Рысь Наверное Может Как Оно Загнали Пулей Целюсь 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 А Все Рысь Боишь Чтобы Собаку Не Задеть Понимаешь Плотно Так Работают Стреляют И Выскакивают Этот Волк Выскакивает Оттуда Не Попадают Понимаешь Весь Дернул Головой Крутнул Там Где Это Что И Короче Волк Выскакивает И Побежал И Я Знаешь И Вторым Не Стреляю У меня Так Как То Я Промазал И Раз Убежал И Собаки За ним Я Думал Что Я Не Стрелял Опыта И Я Не Стал Стрелять Вторым Разом По Нем И Слышу Секунды И Собаки Снова На Месте Уже Стас Ко Мне Подошел Что Там Я Говорю Волк Это Сам Я Подхожу Снова Повален Нас Толстая Сосна Прыжался Этот Волк И Собаки С Двух Сторон Класс Класс Зубами Я Опять Поднимаю Ружье Целюсь Пулей В башку Бум Бремяки Брык Собака Давай Трипать Там Все Ну Добыли Поглядел Прибылая Волчица Молодая Прибылая Волчица Ну Понял Всего Характерно Что Говорят Волки Там Своих Не кормят Ничего Да Когда Это Мне Рассказывают Что От региона Зависит Слушай Акуция Это одно У нас Это другое Слушай Нет Там Сидно Они Ну Вот Что Мне Поразило Много Сказок Рассказываются И мало Описываются Таких Ситуаций Ну А Потому Что Это Редко Да Редко А Я То Понял Как Я Сразу Не Понял Что Произошло А Потом Когда Домой Принес Начал Лупить Ее Это Волчи Мы Правда Протянули На Шнурке К машине С леса На Дороге Начал Лупить Я Понял Что Произошло Мне Егер Говорил Как Там На Поле С С С С С С С С С Волку Волк Крутнулся Упал И Ушел Это Вот Типа Ранил А Волк Ушел И Вот Когда Я Начал Лупить Левая По-моему Лапа Была Отстреляна Кость Перебита Но Что Характерно Уже Зажила Эта Шкура Срослась Но Кость Еще Не На Не Нарос Мозоль Этот А Она Нормально Сросла Не Болталась Там Не Срослась Еще Она Видно Раз Дробила Может Со Мозоль Как-то Там Хрящ Ну Не Было Еще Срослая Лапа Кожа Заросла Факт Что Кожа Была Вот Где Полоска Была Разрезана Все Срослось Вот Все Четко Срослось И Я Вот Понял Что Чего Собаки Догнали То Что Она На Трех Лапах Была И Чего Они Там Замель Тих И То Что Она Была Под Этим Жила Под Этим Елю Этим Под Выворотнем А Волки Приносили Есть Стая Кормила Молодую Волки Поэтому Постоянно Лежки Да Поэтому Возле Нее Постоянно Лежки Были Там В этом Районе Вот Какие Волки Молодцы Не бросили Ее Раненую Хотя Она Была Молодая Волчица Не матерая Всего Леток Прибывая И Они Ее Кормили Носили Ей туда Жрачку И там Пометы Все Было Возле Это Вот Что Меня Заинтересовало Что Пометы Я Вообще Пришел Думаю Бляха Что Живут Ну Они Тут Карты Гуляют Вот Так И Случай Было Интересный Чем Больше Охотишься Тем Больше Понимаешь Насколько Мало Мы Знаем Да Мы Мало Знаем Ты Что Много Интересный Конечно Опыт Когда Ты Охотишься Это Вот Ну Есть Узкой Специализацией Охотятся На что Это Промысловики Соболь У них Они Охотятся Как Это Заработок Их Основной Им Надо Заработать Семью Кормить И все Остальное И они Ставят 100 И больше Капканов По пути Кому Сейчас Тем более Снегоходы И У них Соболь Все А Когда Ты Охотишься С лайкой И Там Еще Какие Капканы Ставишь Если Как раньше Кушмина Стоило Я Начинал Охотиться Тоже Я Ловлю Анда Тру Ловлю Норку Ловлю Куни Ловлю Бобра Ловлю Вытру Ловлю И у меня Я Универсальный Понимаешь Это И ты Вот Постановка Капканов Там Околоводных Там Бобра Там Все Еноцовидную Собаку Там Ты все Ловишь Начинаешь Это Не то Что Там Узкой Особой Велик А ты Все Начинаешь Поглядел Там Переходы Значит Там То Постоял Поглядел На Лисицу Там Приват Где-то Еноцовидных Собак Или Что-то Ты Становишь Более Универсальным И все Наблюдаешь Конечно Если ты Наблюдательный Человек То Ты быстро Ну Как Это Собака Он Идет Он Быстро Учится Он Наращивается С каждым Разом Пробавляет Да Я Знаю Своих Вес Ходил Они Остались На Том же Уровне И Многие Не Ходят На Охоту Кого-то Не Вино Меня Срубило А Будь Здоров Да Будь Здоров И Все Я Еще Хотел Спросить Углич Собаки Русские С Конаковского Питомника Ну Я Не Знаю Они Малыш Был И Пыш Да Не Не Малыш Мухтар 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 Был Нам Отдали Его Чего С Деревни То Что Овечь Понимаешь Люди Понимаешь Подавил Овечек Но Скотинник Все Отдали Его Нам А Пыш Был Уменьшкова Сейчас Узнал Земля Ему Пухом Умер В прошлом Говорю Звонила Сокину Там Она Вот Недавно Разговариваю Как-то Меньшков Говорит Умер Земля Ему Пухом Вот Виктор Леонидович Мы С ним Помню Он Такой Был Сухой Высокий Мужик Мы С ним Бегали Кабанов Резали Он 15 лет Старше Собаки У него Были Русские А у Меня Западник Этот Босс И Вот Его Мир Думаю Русских И Мой Собаки Классные Были Веровые Ну Как Всегда Я Говорю Что Надо Собакам Саввест Давать Физуху То Что И Тем Более В нашем Регионе Чего Собаки Взять Север Линька Идет Не От Холода Понимаешь Некоторые Думают Вот Похолодало И Зверь Выкунил Там Ну Холод Но Линька Начинается Все Зависит От Светового Дня На Линьку Влияет Световой День И Вот Начинается Линька Ну В общем Световой День И Наши Лайки Линяют И Там Линяют Она Перелиняла Уже Как бы Зимнюю Шубу Оделась А Температура У нас Плюс А На Севере Минус 10 15 Пример В это Время Для Нее Там Комфортно А У нас Ей Жарко Понимаешь И Ну То Ты Одень Свитер Там Теплый Иди Побегать Ты От Себя Трегули Ну Даже Осенью Солнце Мы Укарелии Были С тобой Машка Пот Течет Ну Ты Снял Что У Рюкзак Тебе Прохладно А Собака Она Не Снимет Себе Ей Надо В Речку Лезть Охолодиться Покупаться Или В воду Куда Полежать Так И Здесь У У Климат Совсем Зима Теплая Стали Поэтому Возьми Тайфуна У него Шуба Шикарно Одет У него Подпу Шестевой Волос Ну Как Ему Бегать В Этой Шубе У Жару И Вот Поэтому Физуха Жирноватый Ну Нету Физухи И Это Он Перелинял И Говорят Вот Там Дырного Зависит А Вот Когда Похолодает Уже Ноябрь Собаки Уже Смотришь Они Лишний Жирок Скинули Уже Шуба Эта И Похолодало Вот Похолодало Как только Похолодало Заметь Собаки К концу Ноября Уже Все Начинает Выносливость У них Появляется В декабре Еще Лучше По Морозы Похолодало Они Уже Работают Это Давит Бегиш Раз Подрезал Там Кишки Выкинул Диафраму Перевернул Эту Против Диафраму 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Володя, я на высоковольтке, где номера стояли Я на высоковольтке, где номера стояли Кто резать будет или нет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok